Меня зовут Таус и я художник. Что значит быть художником? Мне кажется, самое поразительное в моей профессии, или вернее сказать, в выборе, это абсолютная свобода. Это абсолютная свобода идей, это абсолютная свобода выбора, это абсолютная свобода географическая, свобода работать, даже свобода отдыхать иногда. И, наверное, это то, за что я ценю выбранную мной профессию. Даже на самом деле у меня немножко есть такая дрожь появляется во рту, когда я говорю профессию, потому что это единственное, мне кажется, чем я могу и хочу заниматься. Наверное, самый лучший пример, который я могу привести этих волн и точек высоких, и точек низких. Это последняя работа, которую я сделала для Future Generation Art Prize в Киеве, в арт-центре Пенчука. Работа называется «Количественная бесконечность задачи», «Количественная бесконечность ожиданий социальных, институциональных, семейных», наверное, так. И работа представляет собой инсталляцию, где вы видите спортивный объект, это своего рода спортивный зал, где козел немножко больше, выше, длиннее, где параллельные брусья с такими искореженными ножками, где разновысотные брусья под углом 10 градусов, где кольца впиваются прямо в потолок. И то есть такой вот как бы супер некомфортный спортивный зал, в который ты приходишь и вспоминаешь, каково тебе было на физкультуре в школе, с одной стороны. И вокруг всей этой инсталляции есть шесть колонок, из которых звучат фразы «Не сутулься», «Что-то сидишь, как будто палку проглотила», «Девочка должна быть опрятной», «С такими ногами нельзя носить такие юбки», «Мужчины не плачут» и так далее. То есть такой вот гул фраз, с которыми мы выросли. Гул фраз, которые из внешних становятся внутренними. И нужно пройти очень большой путь, чтобы от этих фраз, постоянно звучащих, от этих фраз, которые формируют твою самооценку и все время как бы ее раскатывают катком, избавиться. И в этой инсталляции фантастические танцоры Apache Crew делали перформанс, они делали разные упражнения, которые получались, не получались, они висели на кольцах, брусьях, подпрыгивали, им что-то удавалось, что-то не удавалось. Наверное, они как бы показывали тело могущее, тело, которое в состоянии что-то преодолеть. И мне кажется, знаете, чем описывать мои личные точки, которые я преодолевала, может быть, в своей личной жизни или профессиональной жизни, эта работа намного точнее описывает волны, в которых мы существуем. Я ничего не знаю о других людях. Я-то из себя узнаю постоянно в свои 35 лет. То есть я так, о, а это откуда интересно? А вот это там воспоминание откуда? А я думала, это уже прошло, а тут это возвращается. Как бы единственное, что я могу сказать? Ну, во-первых, в профессиональной жизни. В профессиональной жизни, конечно, это приходит с опытом. Ты просто учишься доверять своему художественному процессу. Тебя зовут на Ливерпульском бьеннале, ты предлагаешь им два абсурднейших проекта. Они говорят, да, мы верим, да, делай, пожалуйста, ASMR SPA. И они тоже рискуют, но они знают, что ты делала до этого. И ты знаешь, что ты делала до этого. И в какой-то момент ты понимаешь вот это как бы поразительное чувство, которое я, наверное, люблю больше всего, когда работа складывается. Вот когда ты понял, что ты не пошел на компромисс, когда ты понял, что ты подтянул вот здесь, и как бы у тебя все сложилось, у тебя сложилась форма. Из там миллиона каких-то, ну не миллиона, не будем уж так преувеличивать, я не врач, никого не спасаю. Ну, из, не знаю, там, десяти каких-то аспектов. А что касается работы, наверное, и того, как научиться отвечать этим голосам или научиться убавлять их звук, мне кажется, как бы у всех разные способы. Есть медитация, присутствие, есть, не знаю, просто разговоры с друзьями, близкими. Но, наверное, еще самый важный ответ на этот вопрос, на твой внутренний вопрос, это готова ли ты взять ответственность за свою жизнь на себя. И для меня этот вопрос был очень важный. И в какой-то момент я поняла, что, ну, как бы выбора-то нет, надо брать, больше никто не возьмет. Вот, потому что, конечно, очень, очень приятно жить в социуме, очень приятно жить в ситуации моря, когда ты понимаешь, что как только ты начинаешь тонуть, весь этот социум тебя поднимает и держит. Ты заболеваешь, к тебе приходят, тебе несут, не знаю, тебе несут супы, котлетки, к тебе приходят, ты не одна, потому что есть, как бы, такая большая социальная сеть. Но при этом, как бы, если ты захочешь немножко отплыть на своей лодке, ну, как бы, вот там вот какое-то есть ограждение. Вот. И это, конечно, такой ответ, ответ, твой собственный ответ себе самой. Соглашаешься ли ты на одну ситуацию или на другую? Мне кажется, женщина на Кавказе может быть чем угодно, если она этого хочет. Мне кажется, мне кажется, мои фантастические предки и женщины, и мужчины делали очень много сильных выборов. И я этими выборами горжусь. И как и горжусь своим выбором профессии, образа жизни. И мне кажется, что, ну, я вообще верю в какую-то такую внутреннюю свободу и внутренний выбор. Внутренний выбор, как бы, например, приятия и счастья и в патриархальной системе. То есть это личный выбор каждого. И у меня даже есть альтер-эго, супертаус, такая суперсильная женщина, супергероиня, которая живет в горах, у нее есть семья, муж, дети. Но вот она родилась с какой-то такой суперсилой. И она делает, то, что она делает, она называет жизнеутверждающей практики. И, например, есть такое видео вирусное, где, снятое на видеорегистраторе, где кто-то едет в машине, видит огромный валун. Вдруг уходит такая женщина в платочке, в таком очень простом платье. И этот валун, в общем, сбрасывает с дороги и едет дальше. Ну, это, в общем-то, она. Вот. И это такой омаж моей любви всем моим родственницам, женщинам. И какое-то такое, как бы, скажем так, узнавание их силы, обозначение их силы через те средства, которые доступны мне. И обозначение силы их выбора. Мне кажется, главное или основное, за что я обожала своего дедушку и люблю его и после его смерти, это за то, за его человечность. И за то, что он всегда самым главным считал человеческое. И, мне кажется, вот эта человеческая какая-то эмпатия, какая-то способность поставить себя на место любого человека, женщины, мужчины, ребенка, кого угодно, там, типа, любого живого существа, мне кажется, это вообще, наверное, самое ценное качество, которое есть в людях.